У официального Киева проблемы не только с поведением чиновников. Сегодня Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией суверенным. Это решение Совета директоров. Киев долго настаивал на коммерческом статусе займа, что позволило бы ему претендовать на рассрочку и списание 20% трехмиллиардного кредита. Но в Москве обратили внимание, в 2013 году Киев получил деньги на нерыночных условиях под гораздо меньший процент. Месяц назад Владимир Путин предложил выгодный вариант урегулирования задолженности, но под гарантией Соединенных Штатов, Евросоюза или крупного международного финансового института. Однако поручиться за Киев никто не захотел. В его платежеспособность западные партнеры не верят. Между тем, крайний срок погашения долга – конец декабря. Если деньги не будут возвращены, для Украины наступит дефолт, и Россия обратится в суд. 20 декабря – срок оплаты Украины по своим долгам. По долгам надо платить. Мы ждем от Украины предложений с учетом нового решения Международного валютного фонда. Готовы рассматривать их. Осталось три дня. Поэтому у нас есть план действий. Как мы уже говорили, что в случае неоплаты Украины своих обязательств, в случае дефолта Украины по долгам, уже подтвержденному как межгосударственные долги, мы будем принимать меры по защите своих интересов в судах. Правительство Украины готово к дальнейшим переговорам для достижения согласия с российской стороной. С таким заявлением выступило сегодня Министерство финансов соседнего государства. Однако никаких конкретных обязательств по погашению трехмиллиардного долга Киев на себя не взял.